Слышно меня, видно, надеюсь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо слышно и видно. Отлично. Не знаю, надеюсь, в этот раз будет все хорошо со связью, потому что в прошлый раз, когда я была вебинар, к сожалению, немножко подводила наша интернет-система, поэтому я очень надеюсь, что в этот раз у нас все сложится хорошо, и вы с удовольствием меня выслушаете. Я рада вас приветствовать. Представлюсь, меня зовут Юлия Маркова, я руководитель отдела ТУИ премиум, и сегодня я хочу вам рассказать, как же изменится обслуживание в Турции, которое, я надеюсь, в скорейшем времени откроется для нас, и что ждет наших туристов. Сразу хочу отметить, что официальной информации никакой пока нет, когда мы полетим, мы не знаем, но мы надеемся и верим, что это будет в ближайшем будущем. А как все в итоге произойдет, как наше государство определит, полетим мы или нет, это уже мы узнаем позже. Давайте с вами договоримся, что все вопросы мы оставим, вернее, наверное, вы задавайте их в течение всего вебинара, пока не забыли, а я уже в конце буду на них отвечать, чтобы не переключаться. Наверное, мы поступим так. Сейчас я вам расскажу про, конечно, про наш концепцию ТУИ премиум, я очень надеюсь, что вы ее знаете, бронируете нас. Хочу отметить, что сейчас помимо России, у нас есть ТУИ премиум в Сочи, начались бронирования Турции, и это очень радует, что люди все-таки надеются и ждут, когда уже откроется, все верят, что это откроется в августе, мы не знаем, когда это, конечно, все будет. Вот, повторюсь, с новым бронированием уже пошли, чему мы рады. У нас, благодаря нашей акции 999, многие могут забронировать, заплатив всего лишь 999 рублей, вот, поэтому, в принципе, никаких, каких-то больших рисков нет, поэтому используйте, естественно, эту акцию, она у нас на сайте опубликована, и предлагайте Турцию. Ну, пару слов о нашей концепции. Мы выбрали самые лучшие отели, сегодня мы будем говорить о Турции, естественно, это самые лучшие отели антолийского и гейских побережий. Мы их объединили в одну концепцию и добавили привилегии, которые направлены на то, чтобы сделать отдых ваших туристов еще более привилегированным и изысканным. Все наши отели, естественно, это отели высокого уровня, высокого качества, и сейчас даже в связи с ситуацией, которая произошла в мире, ну, Турция уже открыта для других туристов, я как раз вам расскажу по опыту уже других стран, которые принимают на себя весь сервис турецкий. И тут можно понимать, что Турция – это одна из многих стран, которая очень быстро подстроилась под ситуацию, быстро приняла меры, быстро все прошли аккредитацию, готовы принимать туристов. Ну, об этом я расскажу далее. Что касается нашей концепции, то мы включили ряд привилегий, такой, как в аэропорту, допустим, Анталия у нас отдельная стойка, Тур и премиум, трансфер два-три отеля, в Риксис мы вообще будем организовывать прямой трансфер без каких-либо дополнительных, то есть если у вас забронен в Риксис премиум Токерово, то туристы поедут в Риксис Токерово. Также у нас включена поддержка на месте, ту и консьерж, это стационарный телефон, также, конечно, это гид, всегда 24 на 7. Я обращаю внимание, что у нас, конечно, гиды стараются соблюдать весь уровень сервиса и качества и предоставлять, естественно, более высокий уровень. И, конечно, у нас есть для вас, для наших агентов, специальные отдельные WhatsApp-линии, то есть вы, как агенты, можете нам задать вопрос, если мы, допустим, не отвечаем как-то долго в заявке, поэтому вы нам пишите на WhatsApp, и мы быстрее среагируем. Ну, если вдруг какие-то такие моменты, хотя мы очень стараемся, даже в рамках того, что у нас были моменты сейчас более удаленной работы, мы в меньшем составе работали, поэтому в любом случае мы все равно стараемся оперативно отвечать, но если все равно в этом плане мы задерживаемся с ответом, ну, к сожалению, видимо, так сложились ситуации, но мы всегда, конечно, еще раз повторюсь, стараемся быстро и оперативно отвечать, поэтому пишите в WhatsApp, вот, также у нас есть прямой номер телефона, то есть не надо звонить на общий номер Туи, а на прямой номер 974-79-72, поэтому обращаю еще раз на это внимание, поэтому, что касается Турции, Туи премиум, это наш такой основной и самый сильный продукт, поэтому сегодня мне бы очень хотелось рассказать, как изменились условия обслуживания в Турции. Я еще хочу предварительно показать ролик, вот, сначала, наверное, будет лучше показать ролик, а потом я расскажу про новые правила отдыха. Этот ролик снимался недавно, как раз в Турции уже принимают первых туристов, принимали из Казахстана, и сейчас активно принимают с Украины, вот, потому что в Украине уже все открыто практически, они летают в Турцию, летают в Черногорию, в Хорватию, вот, и, конечно, в Турции они, довольно большое количество туристов, и отели все постепенно открываются, зная, что спрос как раз и в Украине уже начал опять возвращаться в прежнее русло, вот, и уже туристы из других стран на себе испытывают как бы иной уровень обслуживания в связи с новыми требованиями, которые там совместно было разработано с здравоохранением Турции, там, с местным распотребнодзором, вот, поэтому и мы, как компания Туи, следим за сохранностью, можно так сказать, наших туристов, чтобы все, кто прилетел на отдых, также и улетали здоровыми и счастливыми домой, вот, сейчас я загружу ролик, и буквально на минуточку, и вы увидите, как были встречены первые туристы после пандемии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ну, как оно и везде крутится, что расстояние нужно соблюдать, маски носить, ну, в общем, всю подробную информацию, как защититься, то это будет все транслироваться на видеоносителях в автобусе и на автомобиле. И, конечно, это расстояние, то есть нужно соблюдать расстояние. Это, в принципе, все вот эти меры, они плюс-минус дублируются и как поведение в отелях, и поведение на трансферах, и везде в аэропорту, то есть везде эта мера полтора метра. В принципе, мы, конечно, сейчас смотрим, что у нас в России мало что соблюдается, но пока в Турции на это очень сильно обращать внимание, потому что это важно, и очень строго за этим всем блюдют. Конечно, дезинфекция. Это немаловажно. После, как я уже говорила, после каждого рейса проводится дезинфекция, дезинфицирующими средствами. Потом у нас на сиденьях это одноразовые чехлы, обязательно очистка фильтра кондиционера, и хочу обратить внимание, что кондиционеры работают, но их как раз очень часто приходится чистить. И, конечно, также дополнительно весь транспорт оборудовали специальными мешками для отходов, ну, то есть это для масок, и для перчаток, и для дезинфицирующих средств. Также, конечно, это антисептик, который во всех автобусах, то есть если вы при себе не имеете, вернее, туристы не будут при себе иметь, то, естественно, в автобусах это все оборудовано, то есть это самые такие элементарные и важные средства защиты. Конечно же, это экипировка. Все наши водители, гиды, трансфермены, все-все-все, весь персонал использует маски для лица и перчатки. И перед входом пассажирам измеряется температура при помощи термометра, тоже, что немаловажно. Поэтому главное, конечно, это температура и прилететь здоровым, и улететь. Вот на слайде указано, что есть специальная дезинфекционная форма и руководство от местного органов здравоохранения, то есть у нас проходит обязательно проверку, то есть у нас специально выделенный сотрудник, который проверяет в аэропорту, в отеле, то есть все это очень важно. И на данном этапе мы со своей стороны тоже проводим дабл-чек, можно так сказать, как наши сотрудники соблюдают все меры безопасности в этом направлении. Экскурсии. Как же они будут проводиться? Что немаловажно, что встречи с гидом, конечно, это защитные маски и перчатки, это соблюдение дистанции, и гостям будет напоминаться о гигиене. Потому что мы очень часто об этом забываем, как сейчас мы можем наблюдать и за самими, что вначале, после того, как закончился карантин, закончилась самоизоляция, мы все еще использовали маски и перчатки. Сейчас мы больше наблюдаем, что у нас в метро уже перестали люди ездить в средства безопасности. Поэтому, конечно же, в Турции будут обращать на это внимание, потому что это очень важно, чтобы мы все оставались здоровыми. Далее расскажу про страховку. Место, где будет проводиться, это, естественно, уже мы совместно с отелем, нам выделяют специально оборудованное, можно так сказать, чтобы мы не пересекались с другими гидами, с другими туристами. То есть это тут очень важно, заранее всегда встречи делаются, то есть вот так вот сейчас, конечно, будет уже сложнее быстро встретиться, потому что все места будут специально проветриваться, там правила рассадки. То есть отели совместно с нашими гидами как раз будут проводить определенные, будут проводиться в определенном месте. Вот. Ну, у нас в некоторых отелях бывали какие-то там ряды с кейтерингом, потому что в отелях уже на приветствие вот эти все канапешки, шампанское, все, конечно, это уже во многих, ну, везде отменено, что немаловажно. Вот. Каталоги не будут использоваться, поэтому будут цифровые брошюры, отдаваться ссылка на эти цифровые брошюры, где можно будет ознакомиться с экскурсиями и с их стоимостью. И в случае необходимости встречи там, допустим, один на один, это там, допустим, вид ваших клиентов, которые гости требуют более особого внимания, вот, они, допустим, будут использовать средства видеоконференции, то есть там через средства связи типа WhatsApp, Viber и других. Вот. То есть максимально будет ограничено общение с тем же самым гидом. Вот. Что касается экскурсий, что, опять же, на них это также влияет, что будет 50% заполняемость, и продажи будут в формате Ask and Sell, что означает, уже гиды, конечно, не знаю, к сожалению или к счастью, не будут бегать за туристами, потому что туристы, как правило, боятся наших гидов, боятся, что им в кавычках впарят экскурсии, поэтому в данном случае можно вообще расслабиться. Если вам нужна экскурсия, вы звоните, пишите гиду и заказывайте ее. И он пишет, есть места, нет места. То есть в таком формате сейчас будет проводиться обслуживание и сервис клиентов. Видите, что гости, не использующие маски, не будут допущены на экскурсии и до трансфера, что немаловажно. И одноразовая маска будет предоставлена гидам или персоналам, то есть у нас будут дополнительные, все это закуплено, чтобы при, если у людей нету этих моментов, этих средств, то мы будем также давать. Вот. И во время всех туров гиды будут в минимальном контакте с гостями. Также немаловажно. Вот. Что еще хочу отметить, что на трансферах, которые будут происходить из аэропорта в отель, сейчас вообще нету трансферменов. То есть они происходят посредством видео. Также объявлением, за кем какой автобус, за не автобус, под каким номером будет отель, под какой остановкой, чтобы, опять же, ограничить вот эти все коннекты и персонала с туристами, и туристов с гидами, естественно. Что важно, потому что наши гиды должны также оставаться здоровыми и отработать до конца сезона. С перелетом они будут не происходить. То есть все, что касается Стамбула, то пока вот, например, у нас эти экскурсии не проводятся. Если будет открыто сообщение, если будут дополнительные ограничения сняты, то, конечно, будут организованы. Что касается соблюдения оставшихся мер, то во всех шоппинг-туров, то во вход в магазин, в рамках именно этих шоппинг-культурных туров, между группами будет согласован 15-минутный интервал, чтобы успели там все продезинфицировать. И, естественно, там определенное количество людей будет допускаться в магазины, чтобы не было столкотворения. Опять же, с соблюдением всех мер дистанцирования и безопасности. Туры на лодках, какая в данном случае будут предусматриваны, это опять же сокращение количества людей, то бишь 50%. Это гости будут обязательно проинформированы о правилах, которые они должны соблюдать на объекты. Ну, опять же, там на разных языках, в которых гости будут, гости из каких стран. Частные экскурсии, это будут проходить с 70% инвестимостью и обязательно использование антисептиков. Ну, то есть тут, в принципе, плюс-минус одинаковые условия, те же самые условия, похожие у нас, которые потребнадзор используют в России, вот, поэтому плюс-минус все страны идут в носа с одной концепцией. Вот, что касается рафтинга, то будет, опять же, 50% заполняемость. Они будут проинформированы о правилах безопасности на объектах в рамках COVID-19 с различными объявлениями, где кто стоит, как друг за другом держаться, и сколько человек в лодке, и на каком расстоянии они друг на друга сидят. То есть подачи еды, это уже таких шведских столов не будет, то есть это будет осуществляться только персоналом, и все это будет использоваться с одноразовым инструментом, оборудованием в сфере общественного питания. Дайвинг. Конечно же, дайвинг это более, наверное, безопасный вид для экскурсии, вот, но не считая общего сбора, то есть на самой экскурсии тут минимальное количество общения с другими людьми, а именно общение с флорой и фаундой, грубо говоря. Конечно, все инструменты, все оборудование будет продезинфицировано, все будут проинформированы, лодка будет стерилизоваться. То есть здесь максимально одинаковые правила – это дистанцирование, антисептики, все это обязательно обеззараживается, вот, еда будет, опять же, выдаваться персоналам, все это соблюдением всех норм и правил безопасности. Вот, ну и в шоппинг это уже, как и говорилось ранее, что интервал будет 15 минут между группами, минимальное количество людей будет запускаться в магазин, все будет каждый раз дезинфицироваться, вот, все, естественно, туристы должны заходить в масках и перчатках, сотрудники магазинов, опять же, все это в обязательном порядке используют, будет также измеряться температура на входе, и те, у кого температура выше 38 градусов, ну, не будут допускаться внутрь, вот, и обратиться им будет, советно обратиться за помощью. Вот, что касается страхования, на данный момент, например, наша страховая компания объявила, что если в стране, то есть на выезд, в стране не объявлен карантин, то есть в Турции не объявлен карантин, то есть все в порядке, то если турист заболевает ковидом, то ему будут также оказаны вся медицинская помощь, вот, это очень важно. Если, например, туристы со страховкой поехали в страну, где объявлен карантин, то помощь по ковиду им оказана не будет, да, 38 градусов. Также я сейчас вам расскажу про отели. В отелях плюс-минус у всех одинаковая история с поддержанием защиты, то есть вообще каждый отель должен пройти определенную сертификацию, то есть эта заполняемость отеля должна быть снижена, это предусмотрены нормы по обитанию, нормы в ресторанах, нормы по заселению, по бассейнам, по спа, и они плюс-минус у всех отелях одинаковые, потому что все проходят одинаковую сертификацию, и все отели, которые будут открыты, они должны иметь этот сертификат, вот, и те отели, которые откроются, потому что, естественно, не все отели откроются, вот, а те, которые открыты, они пройдут сертификацию. Сейчас я отвечу на вопросы, потому что сейчас как раз перерыв между пунктами моего вебинара. Если на момент отдыха объявят карантин, то туристы оттанются без профпомощи. Но если объявят карантин, то мы быстро туристов должны будем забрать. Какие дальнейшие действия, я, наверное, не могу ответить, потому что данный вопрос не задавался в страховую компанию. Поэтому это нужно дополнительно узнавать, потому что чтобы сейчас вас не обманывать, как бы что-то додумывать, не могу сказать. Что касается всех протоколов, то у нас обязательно, как только нам скажут, что страна доступна для вылетов, совместно с той стороной, куда мы будем лететь, мы должны будем также подписать определенный документ, в котором мы будем понимать, как мы будем действовать в том или ином случае. Сейчас я это не могу сказать, потому что это все зависит от того, как наше государство примет какие вообще решения. И когда они примут, что они открывают границы, они открывают в любом случае на определенные направления, и там будет, они совместно с Роспотребнадзором определяют определенные условия, определенный регламент, как поступать в том или ином случае. Сейчас, так как страна не открыта, границы не открыты, никакого регламента нет, я не могу ответить на данный вопрос. Вот. Поэтому сейчас я могу много что предполагать, но пока у нас не будет четких инструкций от государства, сейчас не могу сказать и не могу ответить на этот вопрос, в принципе, и любой другой. Естественно, будет все направлено на то, что если турист заболеет в самолете, во-первых, до того, как они сядут в самолет, будут должны они при температуру мерить, это 100% будет, то есть, скорее всего, возможно, как для других стран, это обязательная справка, но это, опять же, мои предположения. Я сейчас не могу вам сказать, что на момент открытия границ, что нам скажет государство. Вот. Поэтому сейчас предполагать, наверное, неблагодарное дело, и тратить на это время, наверное, не стоит. Как только что-то откроется, будет все ясно, и у нас будет определенный и четкий регламент, что мы будем делать в каждом случае. Вот. Поэтому я вам сейчас расскажу, как же работают отели по новым стандартам. Вообще у них на каждом объекте создан а-ля комитет управления COVID-19, то есть туда входит, это как штаб, то есть туда входит, как правило, руководство гостиниц, также у нас, например, в нашей компании тоже есть, из руководства создан определенный комитет по COVID-19, которые принимают важные решения в тех или иных случаях. Вот. И он следит, этот комитет, за инструкциями, чтобы все соблюдалось, чтобы все происходило согласно указаниям местного распотребнадзора, там, Министерства здравоохранения в Турции. И что касается отелей всех премиум уровня, то там, естественно, очень сильно за этим всем следят. То есть для них, как я уже говорила, очень важно. То есть тут нужно понимать, что для Турции туризм – это номер один, и поэтому потерять те направления, которые открылись, для них это просто недопустимо. Поэтому за этим всем действительно все очень тщательно следят. То есть заполняемость отеля иная, то есть это дистанцирование, это все дезинфекции. Я сейчас подробно расскажу, что же они делают на каждом направлении. Заезд и встреча гостей. Все зависит, естественно, от разных отелей. И, например, заезд гостей происходит, гости попадают на территорию отеля, они выходят из машины, их в большей степени во многих отелях. Я вот, например, на примере Макс Рояло вам расскажу. Это топ-топ из всех отелей. Они забирают чемоданы, отвозят их в определенную комнату, где проводят дезинфекцию чемоданов. То есть они их опыляют специальным аэрозолем, который дезинфицирует их багаж. Вот, гости, они проходят, садятся, но это опять же на примере Макс Рояло. Они садятся в... Они не подходят к рецепшену, они усаживаются, к ним подходит их менеджер, берет их паспорта, все заполняет, и далее выдают им ключи. Естественно, все это делает один человек, все это в масках, перчатках, и во всем остальным. Вот, и забыла сказать, что когда гости заходят в отель, у них, естественно, проверяют их... их температуру. Вот, что обязательно она не должна быть выше 37. То есть выше 37 сразу начинаются уже, как бы, колокольчики, но пока, насколько я знаю, еще таких моментов не было. Вот, и все здоровые находятся на курорте. Ну, не считая там... Были случаи, когда... Ну, расскажу, раз уже такая ситуация, многие тут уже в курсе про казахских гостей. Вот, да, там была ситуация, и после этого приняли дополнительные меры, чтобы следить за состоянием каждого гостя. Вот, после того, как гостям выдали ключи, то их... Ваш чемодан доставляет ваш номер. То есть вы, даже не притрагиваясь уже к вашему багажу, вы приехали в отель, получили ключи, и ваш чемодан ждет вас в вашем номере. Но, как правило, это во всех отелях премиум, как вы знаете, всегда так же. В квартире и в стандартном режиме всегда чемодан входит в номер. Но в данном случае будет отличаться это тем, что багаж, он идет из определенных комнат и уже продезинфицирован. Также номера. Номера все проходят дополнительные кучи обработок. Их обрабатывают несколько раз в день. То есть до приезда гостей. Номер несколько еще часов обязательно должен простоять. То есть его убирают, дезинфицируют. И проводят, оставляют его на несколько времени, чтобы он, можно сказать, продышался. Вот, что немаловажно. Также все, допустим, там пульты, они в защитной специальной упаковке находятся. То есть также из отелей максимально убирают печатную продукцию. Во многих отелях, просто я сейчас говорю за многие отели, например, меню а-ля-карты у них по штрих-коду. То есть вы штрих-код сканируете и сразу на мобильное устройство приходит меню, в котором вы можете что-то заказать. Также и в ресторанах стараются, если меню а-ля-карт, ресторан а-ля-карт, то максимально сделать все бесконтактное. То есть меню убирается, и все это по штрих-коду происходит. Что очень важно, чтобы ограничить контакт вообще и с поверхностями, и со всем. Также в номерах сейчас немножко подсмотрю, все ли я сказала. Что касается персонала, то все работают в масках, перчатках, они по 100 раз все дезинфицируют, одежду дезинфицируют, что также очень важно, потому что на одежде скапливаются различные бактерии. что касается уборки, то они все при входе в номер, все дезинфицируют, там руки в свой, вот эту вот, свою тележку, в которую они везут, все, например, мини-бар, все продукты, которые они кладут туда, то упаковка всех продуктов и напитков протирается и дезинфицируется. И каждый номер перед тем, как его начнут готовить до приезда гостей, ну, как я уже говорила, он простаивает пустым. И только после того, вот в нем проводится уборка. И опять же он немножко стоит пустым, чтобы там вся вот эта санообработка выметрилась. Это очень важно. И в рестораны и бары у входа устанавливаны, естественно, аппараты для дезинфекции рук, то есть расстановка столов соблюдена, чтобы было как минимум полтора метра, что вся расстановка из стульев, столы, они стоят согласно правилам социальной дистанции. И если мы говорим про общий шведский стол, то вся подача блюд происходит, если она не порционная, вот раньше как у нас мы приходим, то есть там, допустим, нарезано мясо, и можно брать его. В данном случае сейчас это все находится за определенной такой пластиковой перегородкой, где вам накладывает сотрудник ресторана, вы ему говорите, сколько и чего вам положить, вам это все накладывают и отдают тарелку. Вот в некоторых отелях еще, возможно, также если, ну, порционные блюда, то есть, допустим, в порции наложили, в маленькие там канапешки, то есть это получается, ты просто берешь и забираешь, то есть это уже порционные блюда, в маленькой тарелочке, то это будет, можно самостоятельно будет взять. А все, что вот именно накладывается в свою тарелку, то это будут делать именно сотрудники ресторана. И, естественно, все сотрудники проходят специальный инструктаж, как везти, как подавать, то есть все меры предосторожности, все блюда проходят, вся еда проходит, дополнительные проверки, аттестации, там сертификаты получают. То есть к еде сейчас, особенно в отелях, которые входят в нашу концепцию, там очень, как сказать, очень сильно на это направлено их внимание. Поэтому можно спокойно говорить о том, что это для отеля это очень важно, как я уже несколько раз повторила, и поэтому питание, то есть самый важный такой надзор, опять же, стоит за питанием. То есть там по сто раз все дезинфицируют, все столы, руки, ноги, все что угодно. В общем, все там проходит в постоянную обработку. Также у них можно выбрать, например, в Макс-Роялле, они дают также меню, которое вы скачиваете, можете что-то полякарта вообще сразу сказать, даже на общем столе. Что касается спа и спортивных залов, то в спа и в спортзал нужно заранее записываться, то есть сейчас просто так прийти, вот решить, что я хочу пойти побегать, бегать на беговой дорожке, уже нет, нужно заранее записываться. В принципе, в отелях все работает, все бассейны, спа, все это в общем доступе, но необходимо заранее записываться, чтобы исключить скопление людей. Поэтому там опять же все это проходит обязательно регистрацию, чтобы было понятно, чтобы определенное количество людей могли, например, заниматься в зале, все тренажеры проходят постоянную обработку, дезинфекцию, все тренажеры расположены, опять же, имеют дистанцию друг от друга, вот, ну и опять же количество людей ограничено, как и в спа, как и в тренажерных залах, и также находится... Так, что касается дополнительных приспособлений, типа одноразового мыла, вот это все халаты, все полотенца, полотенца, все это в индивидуальной упаковке, то есть это вам не просто уже все висит, то есть вам выдают все в индивидуальной упаковке. Так, сейчас я подсмотрю в свою шпаргалку, все ли я сказала. Значит, и что касается дезинфекции, то там в течение всего времени она проводится, также каждые 30 минут, на 15 минут все это закрывается, проводится тщательно дезинфекция, и уже дальше опять запускают, то есть получается по сеансам будет запись на все вот эти вот процедуры и в тренажерный зал. Что касается зоны развлечений, активных и спортивных мероприятий, то максимальная будет увеличена, вернее уменьшена пропускная способность, то есть это опять же будут ограничивать, то есть количество людей, то есть это социальную дистанцию все должны соблюдать с окружающими, они, сотрудники, предоставят подробную информацию о каждой программе, то есть на самом деле сейчас изначально были определенные меры предосторожности, вот, и что касается вот тех же активностей, то тот же самый аниматор, который проводит то или иное мероприятие, или то бишь занятие йогой, то есть это опять же, например, занятие там на открытом воздухе, на закрытом, то есть определяют, где это будет проводиться мероприятие, максимальное количество человек, опять же это все заранее желательно будет все записываться, как это на данном этапе происходит, то есть чтобы ограничить количество людей и обязательно дистанции, то есть это самое основное правило. Детские клубы, опять же, они все направлены на то, чтобы работать в открытой зоне, то есть те детские клубы, которые находятся на воздухе, они будут все открыты, пляжи, аквапарки, бассейны, и они на территории общего пользования, бассейны-биллах, они будут постоянно обрабатываться, потому что сейчас в бассейнах там дополнительно проводится постоянную дезинфекцию, то есть допустим, раньше проводилась она там один-два раза в день, сейчас эта дезинфекция будет происходить постоянно, все это согласно международным стандартам, команда техническая будет это все постоянно проверять, постоянно замер параметров будет происходить, то есть обновляться, будут забираться образцы воды, проверяться, то есть на это будут обращать такое большое внимание, потому что это сильная доля заражения может происходить как раз через бассейн, поэтому тут очень отдельная группа людей будет этим всем, и сейчас этим занимается, забор воды, то есть все это проходит специальный аудит. также настоятельно рекомендуют перед тем, как окунаться, посетить душ, но это они всегда рекомендуют, просто это мало кто этим правилом пользуется, но сейчас это прям будет настоятельно рекомендовать, и поэтому очень важно соблюдать вот эти гигиенические меры. также полотенцы будут предоставляться в продезинфицированном и упакованном в отдельном пакете. Что касается аквапарков, то опять же они начали частично свою работу, и это опять же нужно принять душ перед тем, как пойти в аквапарк, опять же это расстояние, это количество людей, все это определенная пропускная способность, то есть за этим всем следят. Честно, вот отвечая на вопрос насчет пляжи в масках, я думаю, нет. Вот, потому что про пляж есть информация, что все лежаки, они расстановлены естественно согласно дистанции, вот, вам же опять же посоветуют носить маски на пляже, это будет указано на табличках, вообще-то по всему отелю будет эта информация, что используйте маски, перчатки, но тут уже такой момент, как люди будут ли они использовать вот эти меры предосторожности или нет. Вот, ну, в целом, это основная такая информация, которая коснулась нововведений, если посмотреть, как у нас происходит в России те же Сочи, то плюс-минус похоже, но в Турции за этим, честно, очень активно следят. я несколько раз в течение вебинара повторяла, что для них это важно, чтобы все, кто прилетел в таком же состоянии здоровом и улетели, поэтому к здоровью, безопасности очень большое внимание, поэтому нам, как людям, путешествия в Турцию, тут, мне кажется, это такая страна, которая максимально для нас, во-первых, и качественный сервис оказывает, почему мы так любим Турцию, потому что сервис там отличный, но и меры предосторожности, все это, естественно, на самом-самом высоком уровне, потому что это действительно важно. Я сейчас посмотрю вопросы, на какие я не ответила, если у вас еще остались вопросы, давайте задавайте. так. Ну, так, значит, тут про тихий звук, так, насчет страховки я уже сказала, что данный еще момент, потому что у нас с вами еще не было опыта выезда за границу, поэтому как только новые, еще раз повторюсь, как только у нас будет информация, мы открыты, то будет в любом случае специальное указание, как и что будет происходить, и будут уже ответы на вопросы, если там объявят карантин, не объявят карантин, заболел я, куда мне идти, куда мне обратиться, так, я еще, кстати, в такой момент упустила, что во всех отелях у них есть такой а-ля Лазавет, ну, то есть у них выделены номера, если у них там сотрудники заболели или гости заболели, сразу туда гостей будут отправлять, то есть к этому опять же готовы, то есть все понимают, что идеальных ситуаций не бывает, и люди могут и заболевали, естественно, уже находясь там, поэтому в данном случае уже будет, если люди заболевают, их сразу туда отправляют, работает страховая компания совместно с отелем, и уже как бы есть понимание, как дальше туристов транспортировать обратно на родину, также для нас, когда все будет понятно, у нас будут четкие указания, как мы себя будем вести в том или ином случае, если вдруг случай произошел страховой, и человек ковидом у него объявился на отдыхе, что с ним нужно будет, какую схему в общем с туристом, как будут действовать гиды, как будет действовать компания Туи в России, как будет действовать компания Туи в Турции, как будет действовать страховая компания, авиаперепозчик, то есть это все будет нам понятно, когда наше любимое правительство, Минтранс и все, все, все дадут четкие указания, потому что в любом случае они нам должны это дать, когда откроется направление. Так, вот про протокол действий я уже сказала, если отель не прошел сертификацию, он забронирован, будет замена, конечно, мы будем предлагать замену, вот, в целом все отели премиум, они прошли сертификацию, поэтому тут вопрос о открытии, потому что не все еще открылись, вот, кто-то отложил на конец июля, кто-то уже открылся, как Рикс, например, они уже там во всю Майфест проводят, и кто-то еще запланировал на август открытие. Вот, что касается Казахстана, вот то, что Ирина пишет, выявили ковид, страшный корпус, не знаю, не знаю, как прокомментировать и ответить на наш вопрос, я, к сожалению, не знаю. про ковид мы уже с вами обсудили, что как только мы открываемся, так будут четкие указания и регламент, как мы будем себя вести. Про ковопарки я сказала. Вот, что касается виллы и номера, конечно, там будет, есть в отелях такого высокого уровня, есть определенный регламент, когда они убирают виллы, естественно, виллы убирают отдельную группу людей в определенное время, там все всегда подгадывается, чтобы гостей не было, то есть там все в этом плане очень все налажено. И, конечно, если мы говорим про ковид, и вообще уборка в отелях высокого уровня происходит два раза в день во многих, то есть это утром и вечером, то есть, естественно, тут у них регламент немножко изменился, потому что чуть больше времени проходит уборка, но в то же время нужно понимать, что чуть меньше номеров в отеле убирается, потому что отели должны быть менее заполнены. Вот, поэтому там свой регламент уборки. что касается ношения масок, то это несет рекомендательный характер, что касается штрафов, то они, естественно, выставляться не будут, но это, конечно, ответственность каждого человека и осознанность, можно так сказать, его. Но штрафы выставляться не будут, это как рекомендательные условия для всех участников. Вот, отвечаю на вопрос. Клиент купил тур, получил справку об отсутствии ковида, но в аэропорту показала высокую температуру, экспресс-тест положительный, тур пропал. Ну, на данном этапе могу сказать, что да, тур пропал, потому что у нас, чтобы он не пропал, то все-таки должна быть страховка от невыезда, в которой должен быть вот этот страховой случай включен, именно ковид. И если страховка от невыезда включена, стоимость тура, которая включает в себя риски по ковиду, то страховая компания будет возвращать. Но если у него вот это все показала, то за билет мы уже заплатили, за отель мы уже заплатили, получается, что это будут фактически понесенные расходы турист будет нести. Например, сейчас, если туристы заболевают, но я могу по России судить, по Сочи, то нам отменяют отели без штрафа, как правило, в среднем у нас отмены идут за неделю, и мы отменяем без штрафа, а по авиаперевозке это все на рассмотрение авиакомпании, все по-разному себя ведут, кто-то возврат делает, но опять же этой серии ждите 60-90 дней, вот, но это если мы говорим про регулярку, в основном у нас регулярка, то есть получается, что за отель мы возвращаем, а за перелет вот пока ожидаем от авиакомпаний обратно каких-то действий. Так, спа в отелях, да, будут работать по записи со всеми, со всеми дезинфицирующими и дистанционными моментиками. Если тур был куплен еще в феврале на сентябрь, страховка от невыезда есть, но еще без ковида, естественно, ее можно изменить или добавить. Сейчас, на данный момент, насколько мне известно, то они, по-моему, должны внести ряд изменений в свою, в свой регламент работы, поэтому этот момент нужно проверить. Если страховка, если мы говорим о Турции, и если страховка изменилась, и там изменилась стоимость, то ее просто дополнительно мы вносим, вот, а то убираем только так. вот видите, вот видите, ERV, мы сейчас работаем на ингострахе, вот, поэтому у нас нет вот, и ингострах, тут у них немножко другие условия. вот в целом я рассказала все, какие у вас есть вопросы, остались ли они, ну, я так понимаю, что вопрос в целом, так, опять Юлия, по номерам в отеле, если существует правило заселять отель, как тогда регулировать заселение, переносить на другие даты. Смотрите, сейчас они уже регулируют, если отель, у нас даже был момент, что мы уже октябрь не подтверждали, еще аж в мае месяце, потому что там уже отель, просто смотря на свои определенные заполняемости, он не мог нам подтвердить, поэтому как бы тут регулируете не вы, регулируют отель и бронирование, поэтому тут, если вам подтверждается, значит, это уже согласно всем моментам с количеством туристов в отеле. Я благодарю вас за то, что вы присоединились на сегодняшний вебинар, конечно, еще информация нет вот такой четкого понимания, что мы полетим, что нам делать, видите, я даже не на все вопросы могу ответить, потому что хотела, знаете, ускорить этот процесс, рассказать про то, что вот, если честно, я надеялась, что мы уже в августе откроемся и ставила вебинар, что я вот буду рассказывать, что вот мы полетим, вот у нас такие правила, что вот мы так действуем, но, к сожалению, пока никакой информации нет, мы все в надежде, и еще нет до конца вот для нас четких указаний по страхованию, по тому, как мы будем действовать, поэтому, я очень надеюсь, что в скором времени границы откроются в нашу любимую Турцию, наши туристы поедут, и мы поедем обязательно туда, нам же надо тоже проверить, как все работает, и как все соблюдаются нормы, поэтому я всем нам советую в ближайшем будущем поехать в Турцию, вам всем не болеть, чтобы данные не тут никого не посетил, хороших продаж, я надеюсь, у всех они немножко поактивировались, вы уже вышли из этого состояния все-таки как бы без работы, то есть сейчас уже, я надеюсь, потихоньку туристы все просыпаются, программируют Россию, и другие, надеюсь, другие направления, вот, всего доброго, до сих пор,